Новый Завет Как она формировалась? Какие законы, какие методы отбирались те книги, которые вошли в конечном счете в состав Нового Завета? Об этом мы спросим нашего эксперта. Батюшка, здравствуйте. Добрый день, дорогие зрители. Истинные крупицы света и сформировать Новый Завет. — Это совершенно правильный вопрос. И, кстати, очень такой интересный и в свете наших взаимоотношений с другими конфессиями нередко дискуссионный. Вы правильно помянули протестантов. Один из таких лозунгов, под которыми это движение в 16 веке проходило, это соло-скриптура. Только писанец. Они на знаме подняли отвержение всего того, что в католической церкви православной называется священным преданием. То есть более широкий. Потому что все записано. Невозможно всему быть записанным. Но протестанские на него так сузили. Сказали, что нам, кроме писания, все, что не вошло в писание, не написано буквально, текстом не выглядит новозаветным. То есть все остальное отвергали как вымысл. Абсолютно. И вот в пылу этой полемики некоторые вещи действительно забывались. Потому что если действительно встать на эти позиции, остается один... Все понятно, конечно. Это действительно авторитет абсолютно. Это книга книг. Но остается один очень важный вопрос, который вы имели в виду. А кто сказал, что именно вот эти 27 книг являются священным писанием? Почему не 28? Почему не 29? Почему не вошли туда еще какие-то вещи? Там послание Варнавы, Евангелия Фомы, не знаю, там деяния Павла и Фекла и так далее. То есть и когда с протестантами разговариваешь, да, то есть ну вот так вот спокойно, да, то есть без всякой вот этой... У нас тогда бывает полемика-то такая... Предопределяется какими-то взаимными... взаимной недружелюбностью. А когда спокойно разговариваешь, то человек тоже задумывается и начинаешь... Вот вы признаете вот именно эти 27 книг канонам? Ну вот, конечно, да. Они говорят, да, откуда? Все, вот только эти. Кто вам сказал, что именно эти книги являются священным писанием? Тут уже начинается вопрос. Действительно, кто? Когда? И оказывается, что формирование вот канона книг священного писания — это часть передания. Это часть как раз жизни церкви. Ту, которую они стараются как-то вот не замечать и забывать. Потому что если бы церковь в определенный момент не сказала в виде своего, так сказать, передания сначала устного, что именно эти книги являются священными текстами, у протестанцев сейчас бы не было такой Библии, да. То есть я об этом вот в идеологии когда напоминаю, что уже какие-то вопросы, уже не такое жесткое предстояние, человек начинает задумываться, а действительно вот. И поэтому, конечно, вопрос формирования, сам вопрос формирования канона Нового Завета — очень важный вопрос. И не только внутри вот такой какой-то православно-протестантского диалога. Это очень важный вопрос в разговоре с людьми там сомневающимися, вообще неверующими. То есть потому что одна из претензий, которую сейчас предъявляют, что вот непонятно, как все это отбиралось, и все это как-то предвзято, все это отбиралось, часть книг каких-то была отброшена. Может быть, вот именно в них самая суть и самая истина, да-да-да. И на этом очень много спекуляций огромное количество, и написано очень много. Ну, не знаю, из самых относительно свежих, это вот эти бегали с этим господином Дэном Брауном, да, если его, честно говоря, посредственным трудом сказать. Ну, как художественная литература и как такой экшен, может быть, пойдет, потому что да, а по существу вопросов там очень, и ляпов там, откровенных ошибок. Поэтому человек не очень вот взялся, то ему, может быть, было очень интересно, но он не очень глубоко вникнуть успел. И с языками, видимо, у него не все идеально, судя по тому, как он путает там для него, судя по всему, что аркопский, что арамейский, что на каком языке написано, не всегда понятно. Вот. И очень часто приходится от людей, которые себе, как правило, все-таки придумывают скорее оправдание, чтобы не верить, да, и не иметь отношения к христианству, они так отмахиваются, говорят, это все вот вы, церковь все испортила, настоящую-то правду от нас спрятали, значит, какие-то злонамеренные люди. Вот. И все это представляется так, что где-то в четвертом веке собрались епископы, подчеркну, какие-то зловредные какие-то, видимо, и решили. То есть, вот они такой тайный, как вот, как себе это видят люди, такая конспирологическая теория, собрались и решили. Вот, вот истину, истину мы скроем, настоящая тех, а вот, ну, вот людям пусть, значит, вот кушают, вот это будет, значит, официальным каноном. Откуда вот именно это? Ну, скорее всего, отчасти там, может быть, и советская, у нас, особенно в России, советская наследие, советская пропаганда, потому что у нас советская анти... религиозная пропаганда была очень топорная, на самом деле, там, может, было еще и не такие сказки услышать, но это и более ранняя, такая антицерковная полемика, там, эпохи просвещения и так далее. На самом деле, представить себе, чтобы вот как-то вот так, в общем, вот какие-то отдельно взятые епископы собрались, как тайком, и решили, а вся остальная церковь была не в курсе, причем вот до этого момента они все считали, что вот эти книги истинные, а тут епископы их заставили, я не знаю, изъяли эти книги или как-то подменили, это вот в чистом виде теории заговора. Конечно, представить себе все это, тем более в общественном масштабе, это вот... Невероятные события. Это настолько же невероятно, насколько, значит, версии господина Фоменко по поводу того, как у нас переписывалась якобы история при Романовых первых, да, там, когда вот ничего не осталось, все почистили, вот таким... И не только у нас, там, оказывается, и вся европейская история подделана, и античности не было, там иногда читаешь просто, просто поражаешься уровнем полета фантазии. Что-то надо, вот так, это из серии, вот, ну, специально так просто не придумаешь, это вот, я не знаю, какое-то должно быть, я не знаю, откуда, да, но... Вдохновение. Да, да, боюсь предположить, откуда тут только источник этого вдохновения, боюсь, да, вот, какое-то оно странное, вот, и вот здесь такая же история. На самом деле, канон складывался естественным образом, и достаточно, все-таки было время, целость, то это отдельное, как бы, направление исследования в библистике, есть серьезные труды, если кому интересно посчитать на русском, есть и на русском, есть переводы западных исследователей. Одно из самых неплохих, вот, есть несколько книг, переведенных, ну, он считается классиком библистики зарубежной, это Брюс Мецкер, вот у него есть прям книги канон, Новый Завет, и, ну, то есть, я постараюсь попроще, да, вот, не усложнять, как там все это описано, не только там, а в других, то есть, на самом деле, было несколько критериев, то есть, мы прекрасно помним, что изначально никакого писания не было, даже протестанты, когда они говорят, что гордятся, в первую очередь, писанием, его долгое время не было, сам Христос ничего не писал, апостолы сначала ничего не писали, и время на это, все-таки на это нужно время, они вот постоянно путешествовали, проповедовали, да, и только видим, чуя, что их время, как все-таки, оно не безграничное, нужно оставить, и понимая, что могут появиться там действительно ложные толкования, то есть, как-то закрепить и более фиксировать это, появляется, вот, написать, причем, сначала-то появляется не Евангелие, первые книги, которые были написаны из Нового Завета, это письма, это непосредственно живые, это переписка апостолов с теми общинами, которые они, как в первую очередь, это 14 писем апостола Павла и 7 еще других апостолов, а Евангелие, как некие воспоминания, собственно, первый христианский автор во втором веке, даже слово Евангелие не всегда употребляли, как пишет истинный философ, мы за богослужением читаем воспоминания апостолов, то есть, вот так это называли, они называли это так, совершенно верно, это и есть, воспоминания апостолов о земной жизни Христа, о том, как они были с ним, и об этих вот годах, буквально там, все в три года уплотняется, вот, в последние годы, ну, собственно, служение его земного, и когда стали появляться тексты уже написанные, надо понимать, что община к этому времени уже имела опыт устного предания, очень большой, мы недооцениваем силу устного предания, нам кажется, что устное предание гораздо более изменчивое, чем написанное, что написано, перо и вырубишь, что поро, на самом деле это зависит от мотивации, если для людей вот эта информация священна, неважно, текст это или слово просто произнесенное, то хранится оно будет ничем не хуже, чем написанный текст, и вот община, которая была живой церковью, которая общалась с реальными очевидцами, ну, были апостолы, абсолютно, они все знали своих слов, и сказать, чтобы это сразу все вывертывало в течение там нескольких поколений, даже нескольких десятилетий, нет, конечно, и поэтому, когда стали появляться писанные тексты, когда они стали распространяться, а процесс распространения все-таки это не быстрый, потому что переписка, совершенно верно, никакой печати, это еще очень дорогое удовольствие, то есть, понимаете, это все пергамент, или папирус, или пергамент, но папирус менее долговечен, потому что, в основном, его вытесняет пергамент, и вот большая, подавляющая часть текстов евангельских, которые есть у нас, у археографов, у библистов, это, конечно, пергаментные тексты, есть папирус, но их не так много, вот, и, а пергамент еще и дорого, на полную Библию, Ветхий Новый Завет, такой в хорошем формате, это как вот Синайский кодекс, или Александрийский кодекс, ну, нужно было забить целое стадо, то есть, две с лишним сотни голов, овец, там, да, чтобы написать... Не учитывая труда переписчика, который тоже очень дорого стоит. Не учитывая больше ничего, выделки этой кожи, да, то есть, это всего остального, вот, то есть, поэтому, конечно, как правило, община обладала одним комплектом книг, когда мы видим, уже даже поздние века, там, третий, четвертый, это не вот, что у каждого было Евангелие Думано, мы сейчас имеем такую возможность уникальную, с изобретением бумаги, печати и всего остального, вот, то есть, а это хранили действительно как святыня. Но сначала, когда появлялись эти тексты, сначала стали появляться письма, то есть, апостолы реально писали тем общинам, к которым они уже не могли общаться лично, они уехали, но продолжали поддерживать, наставлять, потому что вопросов оставалось, ну, пожил апостол Павел, там, да, в Эфесе три года, то есть, если он его покинул, он не знает, что там все так налажено, что не требовало его, так сказать, и через какое-то время пишут туда письмо, послание к Эфесиным, или письмо к Эфесиным, да. То же самое было с Каринфом, со всеми общинами, которые он основал. Он продолжал их наставлять своим уже письменным словом. И вот тут-то община очень хорошо могла определить, она же знала, что, конечно, что лично, устно этот человек говорил. И если вдруг появлялся какой-то подложный текст, который был сомнительный, который явно шел перпендикулярно, просто вразрез с тем, что они знали, три года они с ним жили, он им проповедовал одно, а тут как, то есть, поэтому у общины были критерии, рецепции, да, вот этих текстов. И, то есть, ученые выделяют несколько основных критериев. Во-первых, это, и это самый главный критерий, наверное, это соответствие устному преданию. То есть, если появлялся какой-то текст непонятного происхождения, который явно содержал какие-то противоречия с тем, чем учили апостолы, да, всегда до этого, то этот текст как минимум подвергался сомнению, как минимум сразу, вообще, сразу община никакой текст не принимала. То есть, люди относились к этому серьезно, проверку текст проходил, прежде чем признать и окончательно сказать, что вот это и есть истина, один из апостольских реальных текстов. Конечно, все это было не быстро. И, то есть, первый критерий – это соответствие устному преданию, вот, второй критерий – это все-таки старались понять и выяснить достоверность, да, то есть, действительно ли это авторство, действительно ли это апостоль. При живых апостолах это было просто. Там, если переписка была постоянной, то, я думаю, что сложно сказать, да, при том, что мы считаем, когда книгу «Деяния апостольских», мы видим, что это был отлаженный процесс, у апостола были все-таки помощники. И все знали, что это их помощники. То есть, это все как-то единый круг общения, и эти люди, они, ведь почты не было. Мы говорим, что в римском государстве было очень много чего, дороги, все, что позволяло вот создавать некую коммуникацию и позволяло облегчить проповедь христианства. Но, если разобраться, специальной общей гражданской почты не было. То есть, в риме было только спецпочта, вот, так сказать... Для государства. Совершенно верно, да. А людям приходилось передавать с кем-то письма. Бачка, ну, тут надо, наверное, немного дополнить и сказать, в связи с чем вообще появлялись ложные-то послания? То есть, то, что мы называем апокрифами, да? Они, их появлялось очень много, да. Я сейчас скажу, просто говорю, что вот второй критерий – это истинность, которую тоже можно было проверить, в том числе и по тому, кто принес даже. Потому что мы видим, даже имена, даже до сих пор сохранились имена. В книге «Деяния» известно, кто был учениками и помощниками апостола Павла. Там это Сила, Тит, Тимофей. Если приносил какой-то незнакомый человек, то уже, в сомнении, ты кто? Да, это апостольский текст. Да, ты кто и ты откуда? Да, еще и почему это тут такое странное написание? То есть, община-то все-таки состоялась из людей, и они не без голов были. Вот, то есть. И третье, конечно, то есть, первое – это соответствие преданию устному, это авторство, это истинность, и рецепция, собственно, общины, да. То есть, принимает или не привез. Это три критерия, только после этого текст мог иметь шанс на включение в канун. А вот апокрифы, то, что мы сейчас называем апокрифами, тогда они так и называются, они могли называться псевдографы, там, псевдо-написанный апостол, но не апостольский, да. То есть, когда стоит другая подпись, да, псевдографы. То есть, было распространено, да, вот в древнем мире подписывать чужими именами свои какие-то выдумки. Да, это было. Это было и позже, когда именами некоторых святых отцов еретики подписывались, ну, чтобы избежать, так сказать, сразу увлечения. Во лжи. Да, когда, и поэтому таких фальшивок ходило много, и они создают проблемы для, вот, исследователей, для тех, кто источниками занимается, патрологией. Есть вещи, которые подписываются Афанасьевым, допустим, Александрисовым, а на самом деле это были там и труды Аполлинария, как и еретика, или еще кого-то. Вот. А Апокрифы, в основном, как бы, состоят из нескольких, то есть, их достаточно много, то есть, они соответствовали практически всем жанрам, которые мы видим в Новом Завете. Были апокрифические Евангелия, были апокрифические послания, пложные послания, были послания, были деяния, деяния Павла и Фехла, так называемые, третьего века источник. Они все, как правило, старались надписаться апостольскими именами для передачи большего авторитета, но, во-первых, все эти тексты позднего происхождения, то есть, это, как правило, тексты третьего века, Ну, может быть, второго, ну, то есть, самое, более-менее, может быть, подходящее по времени, ко времени самих, действительно, канонических Евангелий, это Евангелие Фомы. То есть, там вопросы по детверке есть, это достаточно древний текст, который, может быть, не был включен в число каноническое, потому что он имеет, ну, по сути, это не Евангелие. Он называется Евангелие от Фомы часто, но вот мы знаем, что Евангелие – это описание земной жизни Христа, это такое, знаете, воспоминание, да, как мы говорили. А так называемый Евангелие Фомы – это сборник отдельных фраз, изречений, набор логий. То есть, поэтому даже пожарно, он как бы, то есть, и причем там часть логий совпадает с каноническими Евангелиями, а есть сомнительные, так сказать, и так далее. Вот, то есть, он как бы не был включен. Вот, а остальные все, почти все апокрифы – это все-таки второй, третий век и даже дальше. То есть, как вот Деяния Павла Фекла третьего века, вот, и они, то есть, некоторые из них – это просто фольклор. То есть, это просто попытка написать то, чего ты не дочитал в каноническом тексте, чего тебе там не хватает. Тебе интересно было бы узнать. Конечно. Канонический текст очень часто кажется скучным, там все просто как-то вот, и нету какой-то, знаете, вот такой, как сейчас сказали, перчинки. И поэтому сочиняешь что-то такое. В этом смысле классическое – это так называемое Евангелие детства Христа, да, детства Иисуса, где образ Христа такой, из того канонического, который мы его знаем, да, это поздний тоже, да, Саша, Евангелие, он рисуется таким фокусником, который делает чудеса ради вот эффекта. Не ради того, для чего Господь всегда творил чудеса, ради реальной, ради проповеди, и ради, так сказать… Реальной пользы там чего-то. Конечно. Он, ну, потому что сложно себе представить, что канонический образ Христа, который мы знаем в Евангелии, и себе читаем его вот так называемое Евангелие детства, где мальчика Иисуса лепит, значит, оживляет просто так, от нечего делать глиняных птичек, а потом, когда их кто-то топчет, да, ну, дети же всякие, он, так сказать, там, насылает всякие беды, и кончается все тем, что в Назарете, вот весь посыл такой, что кончился тем, что чуть ли не все жители Назарета пришли к Иосифу и сказали, слушайте, уходите вы отсюда все. То есть мы боимся уже вашего мальчика, он какой-то, ну, какой-то страшилка такая. То есть он необычный, его стоит обидеть, там сразу дети умирают, падают замертво, болезни какие-то и так далее. То есть все жители Назарета, то есть вот образ совершенно, но зато интересно. Мальчика, это вот, я вас перебью, извините, для меня, вот как я это, да, понимаю, то был словесный, ну, вот как мы воспринимаем Христа как живую, да, как живую личность, и когда тебе показывают фотографию твоего ребенка, ты ее узнаешь. Вот Евангелие я всегда называю как словесный такой образ Иисуса Христа. А мы и говорим, что Евангелие так церковь называет, словесная икона Христа, в первую очередь, и когда тебе показывают фотографию твоего ребенка, ты его узнаешь, там, родного, близкого человека. А тебе, когда показывают фотографию какого-то человека и говорят, что это твой ребенок, там, или твой родственник, то ты, да, тут есть сомнения, он ли это, я его не узнаю. И так же происходило вот с этими текстами, да, подложными. То есть община читала их и не видела в них Христа, да, вот в этом образе мальчика, который делает воробьев, а потом кого-то убивает за то, что там этих воробьев растоптали, не видно Христа. Это какой-то другой образ, вот, пусть он какой-то наполнен чудесами, там, силами. Ну, вот это те чудеса, которые ищут вот это такое вот народное, это фольклор, да. И это везде, это и в других... И в наших сказках много. И в наших сказках много. Понимаете, апокрифы, они не кончились. Апокрифы до сих пор продолжают писать. Если мы говорим о религиозных именно текстах, но, знаете, какая интересная штука, это Кураев в свое время отмечал, от него было специально по этому поводу, там, писал. Но сместился смысловой центр. Даже в этом древнее христианство, даже вот еретические какие-то ответвления, которые сочиняли свои тексты, те же гностики, оно все равно было более христоцентрично. То есть апокрифы были о Христе. Ну, о Христе, об апокри... А у нас сейчас, если пишут апокрифы, это какие-то такие ложные, так сказать, жития святых. Иногда почитаешь, и волосы дыбом встают. Вот, то есть, причем понимаешь, что человек-то на самом деле мог быть действительно праведной жизнью, святым, но то, что пишут его или почитатели, это его такие своеобразные, или даже не почитатели, а просто вот тот фольклор, который создается вокруг некоторых нынешних святых, то есть какие-то жития, кто неблагословенный... Или не святых, а просто вот каких-то людей. Да, или просто которых почитают. У нас ведь даже любого, более-менее маломальски такого, знаете, настоящего праведного священника, из него можно сделать культ какой-то, да, то есть если есть вот это неумеренное почитание среди людей, среди паствы, то есть я вот не буду называть ни фамилии, ни адресов, ни явок, ни паролей, то есть недавно, несколько лет назад, скончавшийся очень известный и очень, так сказать, уважаемый в епархии, так сказать, священник, в старческом уже возрасте, да, вполне, не успел умереть, то есть не успели только человека похоронить, буквально там какое-то время прошло, мне уже попадается сочиненный ему Акафист. То есть мы знаем, что Акафист это молитва, молитва на обращение, которую, в общем-то, пишут святым. Ну вот, то есть вот стоило человеку умереть, его почитатели уже, я думаю, что сам бы он, будучи жив, вряд ли бы одобрил, такое, мягко говоря. Так вот, сейчас апокрифы пишут в основном даже не про Христа, то есть как-то вот ушел даже, у нас даже, у нас Христос не стоит в центре даже апокрифического творчества. То есть это вот показатель того, что наше сознание от Христа вот отклоняется. Да, к сожалению, даже в этом, даже в апокриф, людям даже, люди не переписывают даже Христу новые чудеса, они создают себе новых чудотворцев. Вот всякие, сейчас вот, ну, вокруг Матроны Московской, да, то есть есть все-таки каноническое жизнеописание, да, а есть вот то, что сейчас какие-то вот сериалы, говорят, снимают, я, правда, не видел со мной, то есть это вот как раз, это ужасно, это мне вот, кажется, деградация... Или о загробной участии души какие-то вот вещи, да. Да, это деградация сознания, даже вот такая, вот наше постхристианское какое-то время, то есть нам Христос уже не так интересно, мы про него даже апокрифы не сочиняем, мы сочиняем про, так сказать, про святые, про которые вот такие, чтобы было еще это позабористый, чудотворец, так сказать, да, ну вот. А древние апокрифы, они распадались как раз в части, это вот просто действительно фольклор, люди дописывали то, чего не было в канонических текстах, потому что им было скучно читать, как говорят, да, а части действительно имеют смысл какой-то более глубокий, но вот околохристианский, то есть часть апокрифов сложилась в вполне определенной среде, были такие гностики, околохристианские течения, тоже это отдельно, очень много исследований, если вот то у нас просто... Если совсем просто, это такое дуалистическое течение, они считали, что есть светлое там и темное начало, вот, ну в основном темное начало это материя, Светлый дух, темная это материя, а человек это такой, знаете, частичка духа, заключенная в материальную оболочку, плененная. В темницу. Да, душа. Это они использовали античный, вот этот знаменитый Сома-Сима, словосочетание, пещера, темница, душа, да, вот это буквально дело в одной букве. Вот, обыгрывали, и это такое дуалистическое течение, и все, всю свою, так сказать, смысл, да, свое учение сводили к тому, что настоящее знание, гносис, оно человека должно освободить от этой материальной оболочки. То есть человек должен, вот, так сказать, преодолеть, да, вот этот материальный мир, всю эту костную, мешающую ему материю, да, его дух воссоединится, то есть вот с тем, от чего он был оторван, с тем, с той, значит, с полнотой, с полиромой, да, и так далее. И у гносисов, конечно, при таком подходе, мы знаем, что христианство, оно не дуалистично, мы материю не считаем злом, да, все, что Господь сотворил. У них вот свой, это такие околохристианские, маргинальные, скорее, такие группы, там, в Сирии, в Египте очень много, ну, вот, и, конечно, у них свое было видение. То есть им было, например, то, что их Евангелие никак не устраивало, ну, например, вот, все понималось им по-своему. Понятно, что им понять, что Бог сошел в этот мир со всеми его пороками, грязью, болезнями. При нем это тело, темницу, да? Да, то есть, конечно, я все это понимаю совершенно по-другому, поэтому, когда читаешь гностические тексты, ты четко видишь, то есть, просто уже, ну, тут нужно иметь какое-то, хотя бы, представление о том, что это, ты понимаешь, что этот текст явно не христианский. То есть, пусть там написано про Христа, пусть там очень много, не знаю, там, каких-то там параллелей, совпадений, там, не знаю, имен, слов, какие-то персонажи, те же действующие, лица, которые в Евангелии, но ты просто понимаешь по смыслу, что идеология здесь, вот, что это совершенно точно, огромная библиотека гностических текстов в середине XX века была найдена в Египте, знаменитая библиотека на Кхамаде, вот, но это все тексты гностики появились от II-III века, это даже не апостольские времена. В основном, все их тексты написаны чуть позже, то есть, у них даже нет, а вот канонические тексты, кстати, если говорить о источниковиде и о сохранности, вот, не все знают, что какой, какой самый древний, дошедший, реальный, который можно, ну, его нельзя почувствовать, он под стеклом, он все-таки в музее, реальный кусочек. Реальный, да. Это самое начало, 20-е годы считаются II века, папирусный кусочек Евангелия Триана, 18 глава, там, несколько стихов всего, он вот такой маленький, но на один, он был найден, по-моему, себя не путаю, как раз он был найден, в Египте в походной сумке солдата, то есть, римской армии, вот, и это говорит о том, что начало, самое начало 20-е годы II века, а это Евангелие Триана, которое было написано в конце первого. То есть, представляете, там лет 30 прошло, а списки уже по всему, причем, апостол, да, он жил не в Египте, а потом в Эфесе доживал, то есть, на территории современной Турции, а в Египте находят 30-летнюю. То есть, это, конечно, не он, это не автограф, это не то, что он лично писал или диктовал, но это одна из первых копий, получается. То есть, вот он хранится, этот царь сейчас считается самый древний, реальный, так сказать, материальный остаток древних папирусных Евангелий. Есть еще кусочки Евангелия от Матфея, но там ученые спорят по датировке. Вот это очень интересный момент, потому что часто люди говорят, есть такая точка зрения, что Евангелие переписывались, вообще Библия вся переписывалась, она неизвестно кем тоже искажена по какому-то там заговору. И вот мало кто из современников наших знает, что Новый Завет, как часть Библии, на данный момент, если мы говорим о древних книгах, самое подтвержденное по источникам, по археологическим книгам. Это благодаря тому, что христианство стало действительно доминантой в Европе, поэтому, может быть, к античным текстам не было такого интереса. Действительно, огромное количество рукописей, они не все такие древние, но начиная с этой, с начала, там, с убежа первого-второго века, мы имеем большое повозрастающее дальше ученое. Спасибо большое, отец Максим, мне кажется, интересной получилась беседа. И я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете оставлять свои вопросы на странице ВКонтакте, которую вы видите на своих экранах. А мы с вами прощаемся. Спасибо большое за внимание. Храни вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.